Рельсы, которых нет. Железнодорожная линия, мы же Икеа и Ренди, когда-то соединяла два государства, но вот уже 10 лет. Вносит лишь раздор. Пока Литва решает, что делать с почти 30-миллионным штрафом, который Еврокомиссия присудила стране за демонтаж линии, здесь, на границе, продолжают жить люди. Многие надеются, что пути рано или поздно восстановят. Репортаж Эвалда Дукуля. Литовский городок Межейкай. Когда-то отсюда курсировал поезд в Ригу. Полтора часа и ты в столице Латвии. Но уже много лет поезд здесь не останавливается. Литовские власти демонтировали 19 километров путей. Поступок десятилетней давности для Литвы обернулся многомиллионным штрафом. Еще в 2008 году здесь проходили рельсы по линии Меженькай-Ренге. Но Литва решила разобрать эти рельсы из-за конкуренции. Еврокомиссия недавно постановила, что причиной разборки полотна стало именно желание литовских железных дорог оградиться от конкурирующих грузоперевозчиков. А вовсе неплохое состояние полотна, как звучало официально. Местная жительница Валентина ведет нас показать последний сохранившийся участок рельсов и по пути делится своими воспоминаниями, как ездила с дочками в Ригу за продуктами. Утром туда, вечером обратно. Мы как-то, я не знаю, очень рано, в 8 часов мы уже были там. Ну, пойдем завтра покушаем. Там где-то недалеко от железной дороги. Там все в Риге дешевле было из продуктов. А самое главное по Риге ехать на трамвай и поехали. Раньше дети были младшие девочки, так они хотели цирк. А потом, когда они подросли, им уже цирка не надо. Валентина говорит, что в свои 82 года будет одна из первых, кто приедет в гости, если только рельсы восстановят. Уж больно ей хочется прогуляться по рижским улочкам. Но есть и те, кому поезд не нужен. Очень хорошо ходит. Вот так дрожало все. Все. Ду-ду-ду-ду. Все. Геревка не буду. А вот это приграничная станция Влайжевы. Вернее то, что от нее осталось. Сохранилось одно здание, где раньше жили железнодорожники. И здесь, говорят, путей им не хватает. Это первая железная дорога, которая соединяла Можикяй с Нитауе. Это Нитауе, сейчас она Елгава. Кто-то сделал деньги, а теперь, значит, народ должен заплатить за то. Вот. Нет. Пусть кто разобрал, тот и строит. Дальше, по путям которых нет, Латвия. Маленький город Руба. Железнодорожная станция Ренге. Здесь еще сохранились рельсы до литовской границы. И латвийская страна готова возобновить сообщения с Литвой при необходимости. Тут еще помнят, как тоже ездили за дешевыми продуктами. Но не в Ригу, а в Литву. Ехали колбасу покупать. Дешевая колбаса была. Очень выгодно было и в Ригу ездить. В эту ужасную погоду доехать до Аутса просто страх. Такая дорога. Надо ехать 30 км в час. Пусть литовцы платят, если успели так быстро рельсы разобрать. Согласно решению Еврокомиссии, помимо 28-миллионного штрафа, Литва должна восстановить участок путей до латвийской границы. А спаривать этот штраф или нет, литовская сторона еще не решила. Эволт Дукуль, Инкус Грауденч, Латвийское телевидение.